здравствуйте уважаемые любитель ножей зрители нашего видео канала значит сегодня видеоролик будет посвящен акции которая начинается сегодняшнего дня по 23 февраля включительно для кого-то это к дню советской армии военно-морского флота для кого-то это день защитника отечества каждый год мы традиционно делаем небольшую акцию и именно акцию на те вещи которые по смысловой нагрузке как раз как раз для защитника отечества скажем так на небольшую линейку это всегда было кто помнит всегда эти линейки были разные условия тоже были разные в данном случае в данном случае скидка будет одинаковая 20 процентов что по наличию что под заказ единственная разница по наличию под заказ соответственно понимаете да если вы заказали скажем 20 числа во первых если вы сказали 20 числа то есть тут что по наличию под заказу на плите может не успеть соответственно если вы заказываете берете по наличию то подарок гарантированно успевать 23 февраля если вы сразу же начинаете делать под заказ то она может не успеть но мотивация то что в любом случае вы заказали там не знаю там сказали что заказали себе любимую сделать подарок не только не обязательно кому-то делать он себе делал и у вас также пусть этот заказ будет изготовлен 23 марта но скидку него также останется 20 процентов понимаете да суть от реакции ну и вот модельки которые скажем достаточно тематичные эти модели подобрали каким образом что предполагаю что достаточно большая часть подарков пойдет ребятам которые на своего или приехали или отпуск приехали или там находится либо те кто прошли ну и в основном те кто положительно действующие и начнем мы конечно ножа разведчика так называемый нр-43 затем вишня этот нож не устаревает он у нас в разных вариантах есть тонкий с гражданским клинком да есть спарка то есть ног толстый и тонкий в общем ножны такие же как было были оригиналов вот кстати вот многие тоже про этот нож там начинает вообще этот нож был распространен во время афганской войны то есть как раз тоже с ребятами разговаривали юбилей же недавно был годовщина войск из афганистана 35 лет и да действительно это нож был достаточно популярный предполагаю что и сейчас где-то он остался как минимум остался у ребят спецов которые давно в армии но тем не менее модель действительно очень удачная а не забывайте что мы еще модернизировали мкает стала гораздо менее скользкая более прочная вот далее значит вот такого плана но это тоже один из ножей разведчика что-то подобное официально на вооружении не стояла но что-то подобное делалось без гарды для скрытого ношения ну и соответственно ничего не меняется до компактно удобно жесткий нужно даже если ты мало ли там прыжка с парашютов там знаю там где-то упали там спрыгнули неудачно в этих можно не заряжетесь понятно что там как бы броник но тем не менее все равно вот этот нож относительно скрытого ношения вот еще один вариант ножа разведчика подлиннее рукоять конечно они очень скажем так очень живучие очень как раз максимально антивандальные ну и тоже вот таким ножник как вы понимаете эта акция она всегда проходит на небольшое количество какой-то ножей в данном случае я считаю что вот это рабочие ножи то есть это подарки но подарки рабочие то есть если ребята едут в горячую точку то им это точно пригодится прям вот совсем точно различная цветовая гамма да ну и дальше финки вот это например финка ромб надо понимать что финны во время финской кампании и во время великой отечественной войны финками пользовались достаточно активно ведь понимаете в чем дело но что он ведь в основном не для того чтобы солдат резать противоположный скажем не дружественные армии а в основном для быта где-то тушенку открыл где-то что-то какую-то веточку средств где-то что-то подремонтировал ну естественно никто не отменял это как оружие последнего шанса вот эта модель называется ромб 3 то есть мы из финок только ромбы ну во первых чем ромб хорош во первых это классическая финская за . руб так кто в теме тот знает то есть они изначально любили любят сейчас она не любит то он сейчас уже не делают раньше делали она здесь достаточно мощная и то есть если этот нож будет применяться как оружие него в общем то для этого для этого у него все есть соответственно ромб 2 такой вот прикольный оптимальный стали разные здесь вот до 2 там на каких-то 95 к есть из дамаска ста лет уже третий вопрос ну и такой уже как бы сказать ну уже гораздо меньше подходит для самообороны той же для какой-то или как оружие последнего шанса но зато для каких-то бытовых работ там не знаю там в окопе блин даже тоже очень сильно подойдет хотя и по прямому назначению и такой шпильнок и маленький оружие он тоже подойдет вот то есть мы в этом году решили подойти к этой акции вот таким образом мы не включаем в акцию как иногда было разные ножи там в том числе охотничьи мы раньше как делали да предполагаем что человек связан с армией достаточно плотно но свободное время он ходит на охоту или там готовить еду поварские ножи да сейчас мы абсолютно четко и конкретно делаем акцию в основном для тех кто будет дарить подарки в зону своего вот как так поэтому заказывайте сверяйтесь по наличию заходите на сайт все звоните менеджером всего доброго с наступающим вас праздником до свидания до свидания до свидания